Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с вами, чтобы решить ряд важных вопросов о предстоящей процедуре подготовки и проведении праймериз. На сегодняшнем собрании зарегистрировалось 150 присутствующих. На собрании общественности по подготовке и проведению процедуры праймериз в городе Горловка присутствуют Первый заместитель главы администрации города Горловка Астахова Светлана Владимировна Член Республиканского общественного организационного комитета по подготовке и проведению праймериз в отельце Владислав Борисович И депутат Народного совета Первого созыва Донецкой Народной Республики, секретарь местного отделения общественного движения Донецкой Республики города Горловка, Петр Витальевич Шиманов Слово предоставляется члену Республиканского общественного организационного комитета по подготовке и проведению праймериз в отельце Владислав Борисович Добрый день, уважаемые представители общественности города Горловка, боевого города Ну, правильно ли, да, вы слышали это страшное иностранное слово На самом деле, что оно означает Вообще, в мировой практике в Украине, кто жил, этого не было и не проводилось Это все больше из-за рубежа Это такая мировая практика Когда накануне каких-либо выборов Партия, которая хочет выяснить, кто же из ее представителей Наибольшей поддержкой пользуется Имеет самый наивысший рейтинг Доверие у членов партии Проводят, так сказать, внутрипартийные выборы И потом уже победители этих внутрипартийных выборов Идут дальше и баллотируются уже на выборах Депутаты, либо там мэры, либо еще дальше Вот, собственно говоря, по этой аналогии Было принято решение о проведении праймериз Донецкой Народной Республики Но с серьезным изменением Это голосование будет не внутрипартийное Это голосование будет всенародным Поскольку мы, живущие здесь, в нашей республике Мы, наверное, все-таки сейчас Объединены всей общей бедой Одной войной гражданской Поэтому мы такая общность Которые можем сегодня Все-таки Друг друга ассоциировать Как граждане Донецкой Народной Республики И глава республики Анонсировал начало подготовки К проведению Всенародного предварительного голосования Был создан Республиканский организационный комитет Я являюсь его представителем Было заседание Где было принято решение Провести в городах республики Собрание общественности Представителей Общественных организаций Движений, предприятий Учреждений, организаций Лидеров общественного мнения Городов Для того, чтобы обсудить Вопрос проведения Всенародного голосования Непосредственно в городах И выдвинуть делегатов На республиканскую конференцию Которая состоится в городе Донецке Вот собственно говоря По этому вопросу Мы сегодня с вами здесь И собрались Сегодня мы должны будем Утвердить Организационный комитет Города Горловки Который будет заниматься Организацией проведения Предварительного голосования Проводиться будет Как полноценная Избирательная кампания Будут кандидаты В депутаты Причем по самой Прозрачной Схеме Так сказать То есть по мажоритарной системе Будет проводиться Полноценная избирательная кампания С агитацией Будет сформирована Территориальная избирательная комиссия Участковая избирательная комиссия На республиканской конференции Будут Ну выборы вообще проводятся По закону о выборах Но я думаю что Это будет принят документ Условно назовем его Правила проведения Праймерис Донецкой народной республики Где будут выписаны Все положения Как будет проводиться Эта кампания Задача Серьезная Задача Многоуровневая Во-первых Мы с вами должны будем Как я уже говорил В итоге проведения Правильнического Это определить Среди горловчан Кто Пользуется Наибольшей Наибольшей поддержкой Граждан Кто на сегодняшний день Способен На уровне местного Массового управления Будучи депутатом Городского совета Города Горловки Будучи Мэром Города Горловки Кто способен На сегодняшний день Решать задачи Горловчан Представлять их интересы Кто пользуется Наибольшим доверием Это будет Один из результатов Проведения Городного голосования На городе Горловка Следующий Самый На сегодняшний день Наверное Важный аспект Это То Как это увидит Вся мировая общественность Мы приглашаем Всех желающих Представителей Государств Всего мира В качестве наблюдателей За этим процессом Уже сегодня Несколько наблюдателей В республике Работают Они уже присутствуют И на таких же собраниях Как мы сегодня Здесь проводим Они должны Показать Всему миру Что мы можем Провести Эту компанию Избирательную И в том числе И выборы Местные советы По всем Высочайшим стандартам Мировым В том числе И по стандартам ОБСЕ Что мы можем Провести Выборы Безопасно Совершенно Уж коль уж Мы с вами Живем Растим тут Своих детей Учимся И работаем То уж Извините И выборы Мы наверное Тоже Безопасно Провести Способны Сегодня Но только Это нужно Чтобы увидела Вся мировая Общественность Потому как В минских Договоренностях Один из ключевых Вопросов Это вопрос Проведения Выборов Местной Советы На территории Донецкой И Луганской Народных Республик Вы все знаете И вокруг Этого вопроса Огромное количество Инсинуаций Манипуляций Со стороны Украины Хочется Эмиссию ОБСЕ Сначала Вооружить Потом Они Рассказывают Что нужно 15 тысяч Здесь Вооруженных Полностью Представителей Миссию Миссию ОБСЕ Сюда Вести Чтобы Обеспечить Выборы Без этого Мол невозможно Это сделать Мы же хотим Показать Вот этим Серьезным Нашим Мероприятием Что мы Все это Можем Делать В состоянии Прозрачно Безопасно На высочайшем уровне Вот такая Собственно говоря Перед нами Стоит задача В общем Собственно Все что я хотел сказать Я сказал Если есть вопросы Пожалуйста Об утверждении Смиска комитетов По подготовке Проведения Праймеры В городе Бородка Об утверждении Делегатов На Африканское Общественное Собрание У кого-то Будут Какие-либо Замечания Или предложения По рассматриваемым Вопросам Вношу предложение Избрать Председателем Организационного Комитета Батарина Руслана Александровича Директора Центра Технического Творчества Итак Кто за данное Решение Против Где за Здравствуйте Мы успели За За Большое Придели Единоглас Спасибо Второй вопрос О Утверждении Сиска Комитета По подготовке Проведению Братниц В городе Городка Докладчик Патарина Руслана Александрович Чтобы не Говорить Иев Тем не менее Мы можем Организовываться Мы можем Консолидироваться И желать Стремиться К процветанию Своего Родного Города Я думаю Что Те люди Которые Сегодня Войдут В Оргкомитет Они постараются Приложить Все усилия Чтобы Организовать Достойный Прозрачный Безопасный Выбор Ну и Приложение По Оргкомитетам Центрально-Окровской Район Приложение Голосовать По списочным Есть Возложение Ну Что Организовать По Списочным 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 Состав Центрально-Городского Района Секретарь Местного Отделения Центрально-Городского Района Общественного Движения Ленинская Республика Ольга Станиславовна Второй Человек Руководитель Общественной Приемной Гребцова Вера Ивановна Глава Администрации Центрально-Городского Района Ивахненко Алексей Александров Номер один Танько Дарья Игоревна Городской Центр Здоровья Главный Врач Мельник Татьяна Николаевна Директор 73-й Школы Кочина Лариса Александровна Поступило Предложение Голосовать За этот Список Людей Которых Будет Представлять Комитет Центрально-Городского Района Кто За Выходим Разбежавшимся Большое Белоусова Наталья Петровна Работник Сферы Культуры Солдаткина Татьяна Анатольевна Работник Сферы Здравоохранения Невская Ия Юрьевна Работник Сферы Образования Зюба Анна Анатольевна Представитель Пенсионного Фонда Представитель Сферы Образования Маз Салова Irina Предпедатель постсовета Зайцева Дикун Ирина Вячеславовна Представители Сферы Образования Демчина Вячеславовна Оргова Олеся Виктор И так, кто заданное решение за, против, воздержавшись, приняты и приняты.